Средства фонда позволят не только создать новые рабочие места, но и обеспечить профессиональное обучение граждан, стажировку молодых специалистов и многое другое. Я прошу профильное министерство держать ситуацию на контроле и сделать все необходимое для успешного участия Свердловской области в этом проекте. Как пояснил директор Департамента по труду и занятости населения Свердловской области Дмитрий Антонов, наш регион принял участие в разработке Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации законопроект о проведении с 2020 по 2025 год эксперимента по трудоустройству инвалидов. Предполагается, что Свердловская область станет одним из пяти регионов участников пилотного проекта. В его рамках будет создан специальный фонд, средства которого будут направляться на обучение и проведение стажировок людей с ограниченными возможностями здоровья. Создание для них рабочих мест на стимулирование работодателей к приему на работу инвалидов, их сопровождение при трудоустройстве. Наполнять фонд предполагается за счет компенсационных выплат предприятий. Это означает, что с 2020 года в регионах участников эксперимента работодатели, которые не имеют возможности по объективным причинам принять на работу инвалидов по отведенным им квотам, смогут выбрать альтернативный путь и внести в фонд денежные средства. Эти компенсации и будут направляться на содействие трудоустройству инвалидов там, где это возможно. Потребность во внедрении такого механизма подтвердил на заседании правительства глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. В своем выступлении он отметил, что проблема трудоустройства инвалидов остается актуальной из-за несоответствия вакансии предприятий тем медицинским рекомендациям, которые получают люди с ограниченными возможностями здоровья, а также из-за недостаточного уровня профессиональной подготовки инвалидов. В Свердловской области проживает 290 тысяч людей с ограниченными возможностями здоровья и мы комплексно подходим к решению проблем и многое уже сделали. В рамках программы «Доступная среда» на обеспечение доступности объектов и услуг в ключевых сферах жизнедеятельности инвалидов выделяется значительный объем средств. Только в текущем году запланировано около 140 миллионов рублей, а за весь период действия программы порядка 1 миллиарда рублей. По словам заместителя губернатора Павла Крекова, для реализации программы областной власти создали специальный реестр, в который занесены объекты социальной инфраструктуры и услуги в тех сферах жизнедеятельности, которые считаются приоритетными для инвалидов. В реестр с 2014 года вошли 205 объектов, почти 70% которых переформатированы в «Доступные для людей с ограниченными возможностями». Работа по этому направлению продолжается. На этом губернатор Евгений Ковишев акцентировал внимание. Все пандусы и подъемники, все технические средства, предоставляемые в пользовании людям с инвалидностью, должны быть исправными, удобными и по-настоящему доступными. У нас не должно быть ситуации, когда медицинские учреждения имеют лифты и специальные подъемники для маломобильных граждан только на бумаге. Все подобные устройства должны быть в рабочем состоянии, а персонал должен уметь обращаться с такой техникой. Я прошу самым внимательным образом следить за этим.